Проверим, можно ли измерить частотомером ЧА-357 оборота двигателя, используя лишь подручные средства. Возьмем для примера вот такой вот асинхронный однофазный двигатель. Сколько печатных плат было насверлено с его помощью, страшно даже вспомнить. Нам понадобится изолента, желательно взять синюю, но у меня оказалось только черное под руками. Также понадобится магнит, я взял от защелки с дверцы шкафчика. Магнит тщательно прикручиваю изолентой к патрону, так чтобы под действием сил инерции он не улетел куда-нибудь не туда. Для подключения к частотомеру датчиков оборотов возьму осциллографический щуп, включенный на предел один к одному. Первым кандидатом на датчик оборотов оказался обломок ферритовой антенны с длинноволновой катушкой от радиоприемника. Индуктивность ее, около 1,8 милигенри, замеряю на пределе 20 милигенри. Частотомер включаем на предел времени измерения 1 секунда. Кнопку отображения суммирования отжимаем. Обязательно включаем фильтр низких частот. Режим работы измерения частоты. Попробую приноровиться, чтобы не дало по пальцам. Пальцы целы, но сердечник вытолкнуло. Присоединил щуп к катушке. Включаю двигатель. Частотомер показывает 25 Гц. Амплитуда импульсов составляет 500 милливольт, период 40 миллисекунд. Это соответствует частоте 25 Гц, которую мы видим на частотомере. То есть у нас число оборотов составляет 25 оборотов в секунду. Для перевода в привычные обороты в минуту надо просто это число умножить на 60. Следующим кандидатом на датчик оборотов будет дроссель неизвестного назначения. Индуктивность этого дросселя составляет 8,2 миллигенри, почти в четыре раза больше, чем у магнитной антенны. Прицеливаюсь получше к месту прохождения магнита и запускаю двигатель. Смотрим на индикатор. Масштаб по вертикальной и горизонтальной оси у осциллографа такой же, как в предыдущем эксперименте. По вертикали полвольта на клетку. Амплитуда импульса – три клетки, то есть полтора вольта. По горизонтали расстояние между импульсами – восемь клеток. Переключатель установлен в положение 5 миллисекунд, значит, длительность периода составляет 8 умножить на 5, 40 миллисекунд. Обращаем, разделив единицу на это значение, получаем частоту. Едем дальше. Следующий кандидат в датчике – контурная средневолновая катушка от стационарной транзисторной радиола. Индуктивность 2,36 миллигенри. Прицеливаюсь к магниту. Опять 25.25 Гц. Глянем на осциллограф. Амплитуда импульсов – 500 милливольт. Период следования – также 8 клеток. Есть еще вот такой дроссель на керамике без сердечника для шарманки. Испытаем его. Частотомер молчит, на индикаторе нули. Индуктивность дросселя – 310 микрогенри. Великоват диаметр каркаса. Посмотрим осциллографом, какой сигнал наводится в этом дросселе. Если сохранять масштаб предыдущих измерений, то сигнал практически никакой. Попробуем усилить концентрацию магнитного поля сердечником, позаимствуем сердечнику магнитной антенны из первого опыта. Определенный результат есть, посмотрим на экран осциллографа. Амплитуда не более 200 милливольт. Переключимся на предел 200 милливольт на клетку и видим, что амплитуда импульсов составляет 8 малых делений, то есть 160 милливольт. Теперь попробуем извлечь пользу от режима подсчета импульсов. Имеем частотомер ЧТ-357. Имеем магнит от дверцы. Имеем намоточный станочек с механическим счетчиком. Механический счетчик для наглядности смотал до нулей. Закрепляем магнит изолентой на валу станочка. Кстати, Аутфаги наверняка помнят статью в журнале «Радио» об использовании калькулятора в качестве счетчика для намоточного станка. Для эксперимента будем использовать самый индуктивный дроссель из проверенных ранее, так как здесь скорость прохождения магнита будет невелика и наводимая ЭДС также будет невелика. Частотомер ЧТ-357 переключаем в режим работы суммирования. Также включаем кнопку отображения счета импульсов. Скидываем счетчик импульсов на ноль. Установлены нули на обоих девайсах. Накручиваю 82 оборота. Механический счетчик и частотомер показывают одинаковое число, 82. Теперь буду отматывать в обратную сторону, пока механический счетчик снова не дойдет до нуля. На частотомере число 164. На механическом счетчике – нули. То есть в обратную сторону частотомер также подсчитал 82 импульса. Вот такая получилась интересная каша из топора.